Дамы и господа, всем доброе утро! Когда узнали, что придет Сергей Полунин, мы поняли, что надо изучать, надо погружаться. Мы погрузились, мы посмотрели, и это, конечно, это очень красиво. Друзья, кто не знаком, вот совсем, вот вообще не знаете, Сергей Полунин, Take Me To Church, посмотрите. Вот один ролик, там, около пяти минут он идет, и вы сразу все поймете, кто у нас в гостях. Ну вот, собственно, начать хотелось, Сергей, с проекта Dance Revolution. На первом мы посмотрели, вы там судья, мы, честно говоря, так и не поняли, а он для кого, этот проект? Потому что там в одном заходе и пары, какие-то более или менее профессиональные, и соло, какие-то ребята танцуют прям совсем современные танцы, и дети, которые явно из балетной школы. Это вот для кого все? Я думаю, первый канал, он пытался максимально захватить аудиторию, это не узконаправленный проект, это не для профессионалов, это для профессионалов тоже, но это для любителей, и для пожилых, и для маленьких, и там соревнуются абсолютно все, каждый может прийти и выиграть. А из каждой серии там все интереснее и интереснее. Показали пока только вторую серию. Вот, а сейчас мы продолжаем съемки, там начинаются уже батлы, и там, конечно, уже интересно, когда остаются такие профессионалы, и классные команды, и дети там, кстати, сильнее. Чем взрослые? Чем взрослые, да, там я думаю, что там дети победят. Вот, и интересно посмотреть, конечно, вот эти вот команды, да, энергетика команды против какой-то маленькой девочки. Кто победит, и интересно, и кто снимает, им интересно, и с каждой серией оно будет, интерес будет к этому проекту больше и больше. Ну вот, я видел, извини, еще один вопрос, я видел там такой момент, там совсем, ну, не маленький мальчик, окей, лет, наверное, ему там 9-10, что-то такое. Он из балетной школы, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Матвей. Да, и вы ему прямо там сказали, что, как бы, давай, репетируй, занимайся, тренируйся, тренируйся, что называется, и станешь примом. Это вот была такая просто, ну, как бы, поддержать мальчонку, или вы действительно увидели в нем что-то такое? Ну, ему 8 лет, и 8 лет он делает то, что, вот если он такой же останется, это достаточно, чтобы быть премьером. Ой, премьером, да, конечно, простите. То, что он 8 лет делает, это то, что в 20 лет люди делают. И он там двойные туры делает, это 8 лет, я в 13 только начал это пробовать. То есть он уже все это может. И такой вундеркинг, и мужик, и такой у него танец мужской. Да, да, да. Это круто, он не сильно так улыбается, но это такой мужской танец, и для балета это важно. А вот интересно, какой самый сложный возраст именно для танцовщика, то есть когда ему нужно или перебороть себя, или перебороть свой организм. Ну, то есть вот, чтобы не сломаться, продолжать дальше и развиваться, и прийти вот к таким результатам. Ну, легче, конечно, когда ты моложе. То есть в 20 лет уже начинается, в 29 лет начинается сложность борьбы с телом, потому что ты дошел в 28, я думаю, это пик. И потом уже тестостерон падает, уже не те элементы выделяются в организме, и начинаешь уже задумываться, как сохранить себя. Ну, вот мы начали говорить о телевизионных танцевальных шоу, и их сейчас немало, давайте признаемся. Есть ощущение, но вот у меня субъективное абсолютно, что после одного из таких шоу, наверное, первого такого большого телевизионного шоу, интерес к танцам вырос как-то, и в первую очередь вырос он у молодых людей за счет того, что это стало, ну, в хорошем смысле популяризироваться. Вот, Сергей, вы как считаете, действительно ли вот такое благотворное в данном случае оказано благотворное влияние на молодежь, потому что до этого все было песни, 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 и тут опа, пошли танцевальные шоу, и одно за другим начали появляться? Да, действительно, такое происходит, и это не только в России. Вообще в мире танцевальное шоу становится номер один шоу. В Америке там «So you sing you can dance» — это второе по популярности вообще шоу. В Америке, в Канаде «Dance Revolution» — это номер один популярное шоу. И танец потихоньку, индустрия танца потихоньку вырастает. И это круто, потому что у нас, у танцоров было меньше возможностей. Да, да, да. И мы не могли себя проявить, у нас не было такой поддержки людей. А тебе большой массы, когда большая масса тебя поддерживает, вот тогда у тебя появляется слово, тогда ты можешь что-то делать с этим. А балет, он вообще такое маленькое, эксклюзивное что-то. Индустрия, она закрытая для определенного круга людей. И это нужно, чтобы выжить, чтобы выжить индустрии, мне кажется, нужно открываться. Нужно показывать это людям, нужно выводить это на телевизор. И вообще танец для людей, танец — это жизнь, движение. Когда мы двигаемся, мы живем. Когда мы перестаем, мы закрываемся, мы в конце концов умираем. И в конце концов начинаем петь под фанеру через пять. Нет, кстати, это правда. Я не знаю, насколько это исторический факт, но в одном из таких околоисторических сериалов это было отражено, как Сергей Есенин и Сидори Дункан своей супруги и знаменитой танцовщицы сказали, что ты живешь, пока ты танцуешь. Тебя потом никто не вспомнит, потому что мои стихи останутся написанными. А твой танец, вот ты есть, тебя помнят. А сейчас телевидение, интернет, и это все фиксируется. Это все можно увидеть еще и еще. И действительно, вы немножко подровнялись тут. Да, и виртуальная реальность. Я вообще вижу, что танец, он будет сильнее всего в виртуальной реальности. Потому что он двигается, у него есть диапазон 3D, то есть он вперед-назад, вверх-вниз. А в других индустриях они более статичные. Поэтому у танца есть будущее. И, возможно, это станет даже танец одной из самых главных у человека. Ну, потому что есть люди, которые, наверное, не поют никогда. Ну, вот что, прям вообще никто никогда не танцевал ни разу в жизни. Ну, хотя бы на школьном выпускном. Такого, мне кажется, быть не может. Сергей, вы сами перекинули мостик на вот эту историю по поводу того, что балет, искусство, ну, как бы не для всех. То есть он вроде как для всех. Купи билет, прийди, смотри. Но в то же время вот я, например, к этому отношусь так, типа, я же не пойму, я же, наверное, ничего не пойму там. То есть это вот только в России так, или это везде так, или ситуация как-то меняется? В России более популярный балет, чем в других странах. Да, здесь все-таки, не знаю, с царского какого-то времени это давалось людям. Вот. А в мире это осталось такое что-то люксовое. На самом деле, мне самому не очень интересно смотреть балет. Я вот слышу балет, я не хочу пойти посмотреть балет. То есть мне не вызывает, нужно ребрандинг делать вообще этой индустрии, потому что оно чуть-чуть что-то недоступное, чуть-чуть что-то старое, может, даже, не новое. А я хочу подавать балет и смотреть балет в новой истории. Новый директор какого-нибудь голливудского фильма должен поставить балет. Музыку должен написать диджей крутой. То есть я вот так вот увижу балет. И это должно подаваться для нас сейчас, кто живет сейчас, кто слушает рэп, рок. Вот. А балет он остался в 18 веке. Там «Спящая красавица», которая для того времени была подана. Это про королей, про королеву. Они для себя делали и смотрели. Но, с другой стороны, вы попробуйте раньше, чем там, точнее позже, чем за два-три месяца купить билет в Большой театр. Это нереально. Хотя, ну, цены, мягко скажем, недемократичны. Мягко скажем, не мягко. Сергей, можно ли вот из того, что вы сказали, сделать вывод, что вы именно... Я для слушателей объясню. Сергей, самый молодой премьер лондонского... Королевского балета. Королевского балета. Был. Были, да, да, да. И вы в определенный момент сказали, как бы, я все, я пошел. Причем совершенно неожиданно для всех. Это было вызвано тем, что, ну, блин, ребята, немножко нафталин. Все хорошо, но чуть-чуть нафталин. Развитие-то не увидел. И был немножко огорчен всей индустрией. Даже не то, что королевским балетом, а просто как все подавалось, как друг к другу люди относились. И мне показалось, что кино — это более развитая индустрия, там больше помощи, там она более надутая, там больше развития. Ну, а это на самом деле агенты, менеджеры. Индустрия, она растет там. В танцевальном мире нету такого. У нас нету агентов, у нас нету менеджеров, у нас нету пиар-команд. У меня сейчас есть, но это такие единичные случаи. И нужно индустрию вот эту вот развивать, как футбол в какой-то момент развился. Они тоже играли в футбол, но шли там вечером на работу. Да, да, да. Потом агенты это все подняли до такого уровня телевизор. Вот, а танцевальный мир, он остался чуть-чуть не тронут. Это просто вот миллионы-миллионы людей без какой-то поддержки. Ну, а вот, Сергей, что касается отношений, да, вот вы сказали, что отношения тоже не устраивали. Все-таки вот эти все истории, которые, кстати, в кино очень ярко показываются, там и «Черный лебедь», мы помним, и кучу других экранизаций, экранизаций, когда, ну, там просто ненависть у партнеров, ну, не у партнеров, у конкурентов, да, друг к другу. И это, ну, раздуто из стереотипа. И это распространяется, вот еще интересно, только на прим, балерин, или на премьеров такая же абсурдная история, несмотря на то, что мужчины, другой склад ума, характера и так далее. У мужчин чуть полегче. Потому что их женская борьба, она такая более яростная. И каждый там за себя. Потому что ты, когда приходишь в компанию, у тебя 80 человек, 90, в большом 300. И все борются, у никого нету понятия, у никого нету определенного контракта. Все борются вот за быть лидером. И ты никогда не знаешь, завтра тебя сделают или нет. Один человек, директор, решает судьбу всего коллектива. А я, как вижу, я бы каждому давал определенные контракты, как в кино. У тебя эта роль, в этом месяце у тебя это. И тогда убирается вот этот конфликт и недопонимание. То есть постановка роль. Ты поговорил с директором, он тебе сказал, вот в этом месяце ты это делаешь, потом это, 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 это. И у тебя на год есть контракт. И все, и ты по нему работаешь. У тебя нету, что завтра может кто-то сломаться или не выйти. И ты сделаешь роль, а если нет, то ты так и останешься в кардебалете. И вот это вот, можно убрать вот эту вот конкуренцию непонятную. А почему не делается так? То есть какая-то внутренняя кухня? Очень удобно и осталось все вот с тех времен. Это чуть-чуть армейская система. Со школы тебя учат, вот тебе будут говорить что-то. Ты это принимай и все. Они не разговаривают. Нет, танцовщика очень легко манипулировать. Кстати, в этом смысле, я не знаю, вы смотрели или нет, фильм «Большой». Большой. Нет, не посмотрел, нет. Тогда сняли. Там вот как раз на эту тему развивается. Это Тодоровского? Да, это Тодоровского, да. Именно применительно вот к Большому театру, как девочки проходят совсем-совсем еще с малых ногтей и до, собственно, сцены Большого. И как это все происходит, и как действительно ими манипулируют. Ну, ладно, этот вопрос мы убрали, просто не будем говорить. Трогать. Друзья, интересная еще информация. 31 мая в Москве будет представлен балет «Распутин». Вот в постановке Юки Ойше, это японская, мы так понимаем, балетмейстер. Видите, как нам сложно проговаривать эти слова, которые... Хореограф. Хореограф. А мы еще обсуждаем, это не просто произносим. Да, да. Смотрите, как мы держимся, Сергей, уже 20 минут разговариваем, как будто в материале, понимаете? Да нет, ну правда, расскажите вот нам, дилетантам непроходимым, как показать на сцене Спартака, ну как-то более или менее понятно. Но все-таки Арам Хачатрян музыка написала. Щелкунчика. Вроде как-то тоже представляешь. Но Распутина, вот этого старца, который то ли святой, то ли демон, то ли вообще просто прохиндей какой-то непонятный, который всю царскую семью, как бы, так сказать, подчинил своей воле. Как его показать на сцене? Юка, во-первых, она японка, но, во-вторых, мне кажется, у нее русская душа. Мне очень интересно с ней работать. Кстати, она очень такая раскрытая и очень связанная с космосом. То есть она не придумывает, она открывает себя, и у нее информация приходит, и она выдает это на репетиции. Она ставит спектакль, который нам очень понятен, и там и зрителю понятен. Там все вот до малейших деталей продумано. Там вся история подана как на тарелочке. А как показать... Ну, то есть, окей, хорошо, мы поняли. То есть, в принципе, зритель поймет, да, что происходит, что старец делает. Поймет, мне кажется, Юка пыталась как людей их показать. То есть, да, мы их знаем, там, Распутин, Уф, Царь. Но они же люди, у них это человеческая история. У них свои были какие-то переживания, заботы, слабости. И какая-то была у них сила. И она попыталась подать их именно с человеческой стороны. То есть, они все люди. И когда ты танцуешь, ты понимаешь, что это такие же люди жили. Да, у Распутина были способности какие-то. Он, с одной стороны, мог лечить. С другой стороны, он... Мог гулял. Блудить. И гулял, пил, да, танцевал, вот, и спал со многими. Вот. И там все это показано с разных сторон. Вот. И, мне кажется, и раскрывает даже чуть историю, которую люди не знают. То есть, она все книжки перечитала и нашла какую-то свою логику. В России, например, ее чуть не так подают. Историю это, да? Историю, да. Они более классическое это все показывают. Но там человеческих много элементов. Почему так? Почему вообще его убили? Что происходило? Там с разных сторон вот это все показано. И там негде... Не к чему даже придраться. Там негде... Вот история, она очень плотная. У нас есть человек, который, к сожалению, никого не лечит, но довольно много пьет и, возможно, гуляет. Антон Кабанов, он сейчас к нам присоединится, какую-то информацию принесет. А ты мог бы, между прочим, в каком-то прыжке войти. Так, Антон Кабанов появляется в студии. Привет тебе. Доброе утро, ребята. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Слушайте, ну вот тут начали говорить о том, что балет нуждается в реформе. Его нужно как-то обновить. И я сразу представил себе рок-балет «Мстители». И сразу всю аудиторию зацепил. Ну а что, это же было бы популярно. Это было бы классно. Я в своей жизни был только на одном балете в Мариинском театре. Я ходил на Дон Кихота. Я ничего не понимал. Сначала я ничего не понял. А потом как понял. И знаете что? Спасла меня брошюрка. Я досидел реально. Там балет шел три часа. И я все это время читал брошюрку, читал интернет. А что вообще происходит в Дон Кихоте? Почему эти люди делают эти движения? Это не право. Хорошо, что был интернет, да? Потому что ты мог бы так в бочину какой-нибудь бабушки рядом сидеть, типа «А не подскажете, пожалуйста, что это происходит здесь сейчас?» Ну в общем, на самом деле, это было очень круто. И балет, мне кажется, непопулярен. Только из-за того, что люди его просто не понимают. У меня возникло... Гениально. Да? Гениально, согласитесь. Человек пришел, балет непопулярен, потому что его не понимают. Спасибо. Я со своей колокольни это оцениваю. Ребята, кстати, после этого балета я пошел поступать в Институт культуры, и там у меня был классический станок. Как люди попадают в профессиональный балет? Мамы отдают, наверное. Прямо сразу? Наверное, мамы любят это искусство и отдают. Но все девочки хотят балетом заниматься. В основном девочки. Вот я хотел бы изменить эту тенденцию, потому что мальчики не идут. Но, что хочу сказать, что как мальчик ты всегда держишь девочек. То есть, если ты идешь в спорт, ты будешь только с мальчиками. Ну, все думают. Возможно, в фигурку, да. Но ты будешь, в принципе, с пацанами. А тут ты всегда с девочками. И не так много мальчиков. То есть, там на 4 мальчика 18 девочек. Поэтому для мальчиков это неплохой вариант. Ну, это сперва должна быть какая-то балетная школа юношеская. То есть, ну, как бы с музыкантами я музыкант. Я как бы понимаю, у меня была музыкальная школа, потом училище, институт и так далее. А с балетом как? Как быть? Я только балетом занимался. У меня было очень такое узкое направление. Я вот только переживал про балет. Но в дальнейшем, например, в школу, которую мы в Крыму строим, там будет много чего. Там будет музыка, там будет актерское мастерство, там будет пение. Там будем максимально раскрывать человека как артиста. Так что, дорогие родители, раскрывайте в своем ребенке артиста с юных лет. Хотя можете, в принципе, и отдать его на обучение искусственному интеллекту. С 21 года такая тоже штука появится в нашей стране. Сейчас просто есть ощущение, что у нас прям активная пропаганда балета. Потому что если будете заниматься песнями, будете как Антон. Если будете балетом, будете как Сергей. Вот и смотрите, кто успешный, а кто не очень. Не будьте как Антон, будьте как Сергей. А Антон Кабанов пошел. Скоро вернусь. Спасибо. Товарищи, еще раз доброе утро всем. У нас в гостях танцовщик Сергей Полунин. Еще раз, Сергей, доброе утро. Доброе утро. Мы тут еще узнали следующую информацию, что вы имеете самое прямое отношение к Академии хореографии в Севастополе по имеющейся у нас информации. Вы даже там были ректором. Не знаем только сейчас, вы там ректор или нет. Все еще ректор. Все еще ректор, потому что там ИО до выборов ректора как бы это как-то так должно было. Или вас выбрали? Нет, когда-нибудь будут выборы. А, когда-нибудь будут выборы. В 24-м что, мы не знаем, что ли? Будут. Вот об этом как раз хотелось бы поговорить. Расскажите вообще, как передавать опыт. Это сложнее, чем самому выступать? Не сложнее, но более полезно, что ли. Для меня это самая вышка. Когда я один раз преподал урок случайно, это было в Лос-Анджелесе, то я понял, что это намного круче, это намного сильнее, чем все остальное. Это намного сильнее, чем выход на сцену. А как можно преподать урок случайно просто? В Лос-Анджелесе. Скажите об этом, да. Я как раз снимал документальный фильм и готовил «Take me to church». И мне предоставили там в школе студию. И попросили меня дать урок детям. Потому что предоставили студию, но взамен... Все-таки это мы все понимаем, сами так работаем. Вот. И я дал урок, и я понял, что когда видишь глаза детей, которые впитывают, и которым это так нужно, любое твое слово, оно повлияет на много лет. Может повлиять на много лет вперед для этих студентов. Я не знаю, я получил такой кайф. Но до этого я не воспринимал. То есть я думал, когда я сам учился, что учителя это те люди, которые не достигли. Да, кто не состоялся, тот идет преподавать. И я думаю, не дай бог стать учителем. То есть это, наверное, что-то не получилось. Но сейчас это, когда ты становишься учителем, сенсеем, это вышка вообще в жизни. То есть когда ты все прошел вроде в жизни, когда ты обрел свой опыт, и ты можешь передать что-то, выше этого ничего нет. Я не постоянно преподаю. Я такие маленькие шажочки делаю. А школу мы выстраиваем. Мы уже набрали детей. Мы им помогаем. Я немножко помогаю своим фондам тоже. То есть тут и государственная поддержка, и моего фонда поддержка. И у меня нет шанса вообще там что-то сделать не так. Потому что там другие люди тоже это контролируют. И у меня задача, я, во-первых, сам учусь. Во-вторых, подсказываю по своему опыту, что я видел. Потому что в Лондоне, когда я учился, у нас был, например, бассейн. У нас был теннисный корт, где можно было играть. Футбольное поле. И я могу говорить, что нужно еще в школе. Чтобы еще дети могли делать. И так в Крыму там много воды. Там море. Там свежий воздух. Хорошо бы студии вообще открыть. Чтобы дети дышали. Чтобы это было не в подвалах. Потому что очень часто мы проводим много часов в студии. А студии под землей где-нибудь. Без окон, без дверей, да, что называется. Да, и получается, ты не видишь окружающий мир. Тебя никто не видит. И вот этот вот обмен с природой очень важен. Сергей все больше просто общаясь с нами, понимает, нужно, что еще и пояснить, что там, где Крым, есть море. И такие вещи они могут не знать в принципе. Но на самом деле, вот что касается студентов, назовем их так. Так, одно дело, когда ты учишь математики. Да, есть незыблемые истины. Вот, значит, теорема. Вот она доказывается вот так. Другое дело, когда это творческие ребята, которых, наверное, хотя, ну, я не знаю, никогда не преподавал творческим людям, наверное, очень тяжело или сбить с пути, или наоборот, вот, замотивировать. Вот где эта тонкая грань? То есть, когда ты преподаешь, указываешь на ошибки, но при этом у человека не появляется вот нежелание какой-то нелюбви к преподавателю. И вообще желание бросить все и сказать, не мое это. Вот не признаете мой талант, а я гений. У нас такая психология. Тут есть, да, студенты, которые, ну, не подходят им, они попробовали и говорят, это не мое. Нужно наблюдать за детьми, смотреть. И главное понимать, что это мы для них делаем. Это не про учителя, это не про школу, это не про кого, это только вот... Про детей. Помочь им. Может, он захочет потом на радио пойти. Поэтому я и вижу важность преподавать тоже, и чтобы они разговаривали, учились. Потому что мы как танцовщики, мы молчим всегда. И потом выходим и молчим. И у нас нет вот этого желания что-то сказать, постоять за себя там, или пойти на телевидение говорить, или интервью дать. У них такого нет. А это нужно, мне кажется, уже в школе раскрывать. Вот, и смотреть, что они хотят. Кто-то захочет хореографом стать, не захочет вообще танцевать. Кто-то в балет, кто-то в модерн. В Лондоне, например, в 21, вот после как раз балетной школы, берут в топ-модерн школу. То есть ты еще потом учишься модерну, другому стилю. Никогда не знаешь, чем человек захочет работать. Им надо помогать, спрашивать, что они хотят. Вот, в них миссия заложена. Они знают, что они хотят. Нужно постоянно спрашивать. Сергей, вы уже упомянули, минувшим летом появилась информация, и она находит подтверждение, это так, вы создали благотворительный фонд поддержки и развития искусств России. Вот можно о нем поподробнее рассказать. Будет ли эта помощь исключительно танцевальным искусством, или это вообще, в принципе, про культуру в целом? Ну, это создание платформы, где артисты могут проводить коллаборации. То есть мы можем спонсировать какие-то проекты. Это может быть с киноиндустрией, это может быть танец, это может быть художник, свет. И также мы спонсируем талантливых детей именно в танце. То есть мы их находим, мы им помогаем с школы. Это не обязательно должна быть русская школа. Потому что когда человек талантливый, его бесплатно берут. То есть финансы ему, в принципе, не нужны. Но иногда родителям нужны финансы, чтобы... Проводить? Чтобы жить, например, переехать в Москву. А иногда человек хочет учиться в других странах, и мы им тоже возможность это будем предоставлять и платить за их обучение. А как вообще выглядит, вы говорите, будем находить, уже находим талантливых детей. Вот это вот находить. Как это выглядит? Вы уже сами проводили параллель с футболом, с тем же. Мы примерно понимаем, то есть есть реально скауты, которые реально летают по странам, континентам, чемпионатам. А вы как? А в танцах, в балете такого нет. То есть у нас будут агенты, которые будут летать в разные регионы, смотреть. Мы будем проводить уже этим летом талант-камп. То есть мы будем приглашать детей, чтобы они туда приезжали. Мы будем проводить мастер-классы, отбирать детей, смотреть. Заявки смотрим, люди присылают. Приезжают, ну, в Крым приезжают на просмотры. Иногда я не могу предоставить им там школу, но могу помочь взять их в проект или в другую школу помочь устроить. И пиар очень важен, чтобы люди знали об этом. Это уже моя задача. А есть что? У этого фонда есть сайт? Где это можно посмотреть? Сайт практически готов. Мы долго над ним работали. Сайт – это непростая штука. Уже мы четыре месяца доводим это все до ума. Наши дизайнеры нам то же самое говорят. Вот он должен заработать. Ну, на самом деле, еще возникает такой вопрос глупый. Но, тем не менее, многих ли отчисляют? И если я просто помню со времен своего студенчества, что всегда есть студенты, которые ходят там за преподавателем, за деканом, за ректором. Типа, ну, не отчисляйте, пожалуйста, но я выучусь. У вас такая история популярная? Я очень против, чтобы отчисляли. То есть ты, когда берешь ребенка, это ответственность. Я знаю случаи, когда человек отучился до последнего выпуска, и вот до последнего года отчислили. На диплом. То есть он не получил диплом, он потерял 8 лет своей жизни, он не пошел никуда другому. И вот есть периоды, когда ты не можешь отчислить. То есть ты взял людей, ты должен довести хотя бы до 9 класса, когда они могут после этого в институт или в другую профессию. А если они дальше идут, то ты уже должен опять довести до конца. То есть есть, мне кажется, там один момент, где можно будет возможность убрать кого-то, если кто-то не подходит. Ну, совсем не подходит, но я думаю, мы будем аккуратно выбирать детей, чтобы... Потому что это ответственность, ты их выцепляешь с ихнего города, с другой точки. С их жизней фактически, обычных привычных. Это очень сильное давление, конечно, и ответственность. Сергей, вообще хочется поговорить вот о вас лично. Потому что визуально, конечно, вы рокер-рокером. Вот со стороны. Тут и татуировки, тут и волосы, тут и вот некий такой вот этот общий имидж. Ушел из лондонского королевского, понимаешь. Пришел сюда, поеду выступлю там, поеду выступлю здесь. Вот эта позиция жизненная, которая выражается в том числе и в татуировках, о которых очень хотели поговорить наши девочки. Но так как шоу ведем мы, мальчики, мы про них просто упомянем, друзья. Да, они есть. Посмотрите видео, как бы, да, и увидите, что у Сергея, например, есть татуировки в том числе и на лице, и на кистях рук и так далее. Но вот такое отношение к жизни очень свободное, то есть с точки зрения того, что вы, можно сказать, человек мира, да, то есть в Лос-Анджелесе преподавали, тут выступаете, там выступаете. Оно никогда не мешало вам, вот с точки зрения профессиональной, вот с точки зрения общения с этими, ну, такими людьми. Мастодонты. Весьма консервативными. Вы сами говорили, да, что балет – это дико консервативная история. Мешает в спонсорстве. Ага. Это точно такой имидж, он мешает приплыву денег от тех структур, которые вот консервативные, которые establishment, которые театральная, да, публика. Они со мной не хотят иметь дело, они даже не могут появиться в том, появиться со мной или быть замечены со мной, потому что их не примут в той среде. То есть они идут смотреть на выступление? Они могут прийти смотреть, но даже и смотреть могут не прийти, а чтобы их имя было упомянуто, не дай бог. И у меня проблема действительно. У меня в каждой стране чуть разное про меня мнение. То есть в России я вижу прям такую любовь от людей, они прям хорошо ко мне относятся. В Англии такой микс. То есть есть кто хороший, есть кто и ненавидит. Да, уехал, бросил нас, типа такие. Да, как ты же наш, типа. Вот поэтому в разных вот, смотря на какая культура. А вы для них кто? Типа кто-то, ну вот, тех, которые к вам относятся отрицательно, да? То есть, ну какой он, что это за внешний вид, вот это про внешний вид? Или им не нравится, что я ушел с того места, это где они вот, это топ-место. Культовое для них, да? Как он мог, типа. И я продолжаю что-то делать, и у меня продолжает что-то получаться. Потом у меня недавно вот пресса очень плохая на Западе вышла. Любой другой иностранный артист, он бы никогда уже не был принят нигде. А я продолжаю возвращаться, я продолжаю что-то делать, и они не понимают. Подожди, мы же написали. Как это работает? Санди Таймс писали? Вы писали? Кто еще не писал? И они мне ползвезды ставят, там Нью-Йорк Таймс написал, что это полный бред. Вот, и это мне мешает, да, мешает, потому что я хочу, например, в Америке сделать тур, они говорят, ну мы не можем это взять, потому что Нью-Йорк Таймс написал. Я говорю, ребята, они мне гадости делают. То есть, я про Нью-Йорк Таймс тоже гадость сказал. Ну, то есть, был момент, я их обидел, а не меня. Я критиков обидел, а не меня за это. То есть, у нас вот такая вот... Объективности никакой, короче. Небольшая война, да, вот, и они максимально меня пытаются. И это, да, действительно мешает деньгам, потому что никто не хочет ассоциироваться с плохими новостями. Люди, слава богу, меня продолжают поддерживать, приходить на спектакли, да, и там... хлопают и радуются. Но потом это в газетах. Понятно. И мне максимально там с пяти звезд ползвезды дают. Это прям максимально. Это некий уровень артиста, да, вот пять звезд это, да? Пять звезд это максимально. Да, понятно. А ползвезды, ну это прям нужно так плохо. Я не знаю. Слушайте, ну а вот сейчас, учитывая, что и мы видим... И спасибо огромное, что пришли к нам в гости, то, что занимаетесь и продвижением каких-то своих проектов. И воспитание нового поколения, да, и все остальное. И, как мы видим, продолжается и выступление спектакля. Вообще, в принципе, вот ваш день – это ежедневные тренировки. Или, может быть, на таком уровне они уже и не нужны каждый день, и можно, там, вот какой-то такой марафон перед конкретным спектаклем. Каждый день тренировки небольшие. То есть я просыпаюсь и сразу делаю балетный урок. Это час занимает. Вот, это продолжает, это помогает мне быть в форме такой более-менее нормальной. А когда, конечно, представление, ты добавляешь часы, ты добавляешь что-то, будешь танцевать. И я не могу сказать, что я такой прям в супер всегда форме выхожу. Это, в принципе, напряжение для моего сердца такое и для всего. Очень легко войти в форму хорошую, например, если ты в театре, и год протанцевать. Потому что ты напрягся один раз, прошел этот период. На рельсе встал и пошел. И пошел, ты прям не заметишь, как год пролетит, и ты прям вот на этой форме. А у меня, получается, ты постоянно должен в эту форму входить. И это суперсложно. Это на самом деле, это прям вот постоянно лезть на гору. Потому что как только ты на этой горе, легко там быть. Но у меня вот эти вот спады, у меня вот эти путешествия. Как только перелетел куда-то, пошел. Потому что я много еще чем занимаюсь. И я теряю эту форму, и потом мне набрать ее сложно. И у меня вот вместо того, чтобы один раз залезть на эту гору, у меня, получается, раз 20 в году. Я думаю, я должен нафорсировать. И для тела это, конечно, такое, для сердца напряжение. Ну, Сергей, мы бы говорили, еще договорили. Но, боюсь, девочки, которые жаждают фотосессии, не поймут и перестанут с нами общаться. Причем фотосессии не с нами. Вот что самое печальное. Спасибо огромное, что нашли время для нас. Очень рады знакомству. У нас в гостях был танцовщик. Да и, в принципе, человек, который популяризирует искусство в нашей стране и за рубежом. Сергей Полонин. Сергей, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.